За процессом голосования во Франции целый день следит моя коллега Елена Зорина. Сейчас она на прямой связи со студией. Лен, здравствуй, расскажи, что происходит на участках в эти минуты и можно ли уже говорить о фаворитах гонки. Тебе слово. Да, Кать, добрый вечер. Ну, еще час до закрытия избирательных участков, поэтому о лидерах и оцайдерах этих выборов говорить пока что рано. Но вот что известно к этому моменту. Это имя лидера на заграничных участках. Речь о заморских территориях Сан-Пьере, Микелоне, Мартинике и Гвиане. Там голосование происходило вчера. Поэтому имя победителя, кстати, стало сюрпризом. Это леворадикал Жан-Люк Меланшон. Здесь он набрал четверть, где-то даже треть голосов избирателей. Примечательно, что ранее социологи отдавали ему четвертое место среди фаворитов гонки. Но популярность он начал набирать в последние недели компании. Большой поддержкой кандидат пользуется в соцсетях. У него подписчиков больше, чем, к примеру, у Макрона или Фиона. И вот-вот ожидаем данные экзитполов по всем остальным участкам Франции. Вот уже появились данные опроса телеканала РТБФ. И вот по этим данным 24% набирает Макрон, Лепен, Сион и Меланшон от 18% до 20%. И еще к этому моменту известна явка за три часа до закрытия избирательных участков. Она составила почти 70%. Ну и если исходить из данных опроса, то очевидно, что второй тур выборов будет. И состоится он 7 мая. Продолжаем следить за выборами здесь и за результатами. Катя. Лен, спасибо тебе за работу. Елена Зорина была с нами на связи. Она следит за ходом голосования во Франции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова